На Яловском водохранилище в минувшее воскресенье яблоку негде было упасть. Сотни любителей спорта собрались на соревнования по триатлону. Олимпийский формат триатлона включает в себя три вида спорта. Полтора километра плавания, 40 километров велогонки и 10 километров легкоатлетического кросса. Ангарский вариант троеборья предполагает 300 метров на воде, 16 километров на велосипедах и 3900 метров кросса. Заявки на участие подали почти 100 любителей спорта из Ангарска, Иркутска и Уссулия Сибирского. Из них лишь 17 представительницы прекрасного пола. Соревнования проводились по 7 возрастным группам. Самому юному троеборцу всего 13 лет, а самому зрелому 62. Триатлон у нас проводился в последний раз в Ангарске в 90-х годах. В этом году решили возобновить, так как в России проводятся международные соревнования на Западе, и международные соревнования проводятся у нас за границей. Чтобы попробовать свои силы в триатлоне, нужны личный велосипед и желание. Для спортсменов младше 18 лет требовалась также справка от врача. Для многих эти соревнования предоставили шанс проверить свои силы. Плавание меня немножко смущает, потому что не тренировался. Но я думаю, что проплыву, потому что раньше такие расстояния легко давались. После каждого этапа лидеры менялись. Первым завершил дистанцию по воде и уехал на велотрассу у сольчанин Алексей Аверченко. Но уже после второго круга его обогнал Александр Улитин из Иркутска. Он же и стал победителем триатлона среди мужчин. В триатлоне самое основное – это бежать равномерно. И самый слабый вид плавания, бега или велосипеда надо сильно не сдать в этом виде. А в остальных терпеть, терпеть, терпеть. Александр не профессионал, даже не имеет звания кандидата в мастера спорта. Однако уже не раз входил в тройку лидеров на областных и российских соревнованиях. По признанию иркутянина, в этом году мероприятия, подобные ангарскому триатлону, проводятся по области почти каждые выходные. Благодаря столь жесткому графику соревнований Александр и сумел стать первым. Евгения Шильникова, Михаил Терышкин, Местное время.